Мировая атомная энергетика вступила в зрелую фазу своего развития. Многие реакторы преодолели ресурс, заложенный проектировщиками. Пришла пора выводить старые ядерные реакторы из эксплуатации. Из 432 работающих реакторов в мире как минимум 50 подошли к окончанию срока своей эксплуатации. С этим трудно смириться тем, кто эксплуатирует и строит атомные станции. Слишком дорогой и долгий процесс строительства, а вывод из эксплуатации занимает десятки лет и также требует гигантских затрат. Но в ближайшие годы вывод из эксплуатации атомных станций становится все более актуальным. И сколько бы ни отодвигали срок их закрытия, это все равно придется сделать. А поскольку это связано с целым рядом социальных, экономических и технических проблем, в интересах мирового сообщества сделать так, чтобы процесс вывода из эксплуатации отработавших реакторов планировался заранее и был прозрачным для всех. Проектный срок эксплуатации атомных реакторов – не единственный фактор, влияющий на принятие решения об их закрытии. Чернобыльская катастрофа опровергла миф об абсолютной безопасности мирного атома. Многие страны поспешили свернуть развитие атомной энергетики, другие решили совсем отказаться от нее. Снятие реакторов с эксплуатации представляет собой целый комплекс сложных проблем. Одна из самых сложных – социальная проблема. Остановка реактора прекращает производство энергии, а работники станции теряют работу. Каждая страна, приступившая к выводу из эксплуатации своих реакторов, находит свой путь для решения социальных и технологических проблем. Интеграция такого опыта, его передача, становится необходимой потребностью для тех, кто встает на этот путь, чтобы избежать ошибок и сделать процесс более эффективным, дешевым, прозрачным, безопасным и социально приемлемым. Ровесник Берлина и Дрездена, Грайфсвальд, почти семь веков оставался в стороне от многих событий истории. Сейчас, рядом с ним, завершается главная стройка республики – атомная электростанция «Норд». Эти кадры снимались летом 1973 года, а уже в декабре был пущен первый блок. Германская демократическая республика запланировала построить здесь одну из самых больших АЭС в мире. Восемь водоводяных ядерных реакторов мощностью 440 мегаватт каждый. В 1989 году был пущен в пробную эксплуатацию пятый блок, достраивались остальные. Норберт Мейер – физик-теоретик. Учился в Советском Союзе, сначала в Харьковском, затем в Одесском университетах. Был приглашен на АЭС «Грайфсвальд» как эксперт по материалам. Когда открыли первую атомную станцию, все думали, что вот включил атомную станцию, и 30 лет она будет работать, и все. Потом выключил, и больше ничего не надо сделать. Но это была крупная ошибка. Отдел, где работал Норберт Мейер, выявил много нерешенных проблем с реакторами. Самая крупная проблема была нейтронное хрупчивание корпусов реакторов, которые дают опасность срыва реактора, корпуса реактора, когда есть аварийная ситуация, когда подпиточными системами вкачивают в первый кончик холодную воду. Это всегда тяжело, если возникают большие градиенты температуры в этих корпусах. Они довольно вязкие, то есть в обычном состоянии, где они ничего не делают, но они, с другой стороны, из-за нейтронного потока, они хрупчиваются. То есть они с некоторой температуры станут хрупкие, как стекло. Если у них 300 градусов воды, лить холодную воду 20 градусов. Это крупнейшее напряжение начинается, и выразила опасность, что они просто весь корпус разрываются. Такой случай был бы то же самое, что в Чернбеле. Особенно опасными Норберт считает реакторы ВВР-1000. Материалы для ВВР-1000 вообще, это такие материалы на Западе и в Европе, где они пустили в обход. Там крупные обходы не идут. Эта опасность этих типов реакторов ВВР состоит для всех русских. Отдел, в котором работал Норберт, был строго засекречен. Отчеты, которые он выполнял, отправлялись только в министерство, о них не знали даже сотрудники станции. Себастьян Тфлук-Бейл работал в Академии наук Восточной Германии и проявлял интерес к вопросам атомной энергии и ядерного оружия. Плохое состояние блоков 1.4 уже давно было известно ведомственным органам ГДР. Оснащение АЭС системами безопасности и работоспособность и надежность существующих систем ниже, чем у АЭС капиталистических стран того же возраста. Те сотрудники, которые работали на АЭС, они сами думали, что это очень хорошая русская техника, она много выдержит, и никаких проблем, и с ними можно энергии. Это была общая идеология. То есть они просто не знали о том, чем я каждый день и мои сотрудники занимаются. У первого-четвертого блоков АЭС Грейвсвальд существуют значительные недостатки в установленных системах техники безопасности. Поэтому дальнейшая безопасная эксплуатация, исключающая тяжелые аварии, просто невозможна. После нескольких времени и третий блок дал тот же самый результат, что нельзя было бы его дальше больше эксплуатировать. Но тогда были планы социалистические, дать производство. То есть, несмотря на эту опасность, даже вырабатывали электроэнергию. Я стал требовать все громче и громче, чтобы это не допустить. Опасность катастрофического отказа корпуса реактора неустранима путем переоборудования или технической модификации. Через некоторое время Норберт Мейер услышал по телевидению о том, что реакторы АЭС Грейвсвальд самые безопасные. Позвонил туда, в ту телевизионную компанию, ARD, это первая программа немецкая, и сказал, что я так это не вижу. И обещал им дать интервью, что в самом деле тут, какой социальный блок, это я дал. После этого, конечно, крупные... Ну, никто в восторге не был, все, так сказать, ругали. И особенно сильно была реакция сотрудников АЭС, которые меня приняли с тех пор как враг. Рухнула Берлинская стена. Наступило время мощного народного движения. Инициативные группы выдвигали людей в министерство. Я был один из этих министеров, без министерства. Мы только машина и секретарь. И мой план был узнать, в этот очень короткий период, только несколько недель, чтобы узнать факты о безопасности, о ситуации. В этом году мы увидели, как иначе. Как иначе? Мы увидели, как иначе. Мы видим, в архивах, от Минстерства Минстерства, из Германии, много экспертов, которые никогда не были опубликованы. Мы могли показать, что в городе очень хорошо информировали, о проблемах, Первые энергоблоки АЭС Грифсвальд были остановлены в последней неделе существования ГДФ. Позднее три недостроенных реактора были предложены на продажу частным компаниям. Компания «Сименс» используют нуклеарные энергоблоки в Грифсвальд, чтобы показать, что они способны сделать этот тип русских реакторов более безопасности. Окончательное решение о закрытии станции было принято уже западно-германским министерством окружающей среды в 1990 году. Закрытие станции проходило в сложной общественно-политической ситуации. Только что произошло объединение Германии. В Восточной Германии производство почти остановилось, так как не могло конкурировать с западно-германскими производителями. Росла безработица. Карстен Франк, выпускник Московского энергетического института, начинал работать на АЭС «Грифсвальд» в 1980 году в качестве машиниста, затем старшим мастером, начальником реакторного цеха. Решение о закрытии станции застало его на пуске пятого блока. Решение в 1989 году как-то в первом моменте было принято как шок, потому что каждый понял, что 6 тысяч рабочих мест, так сказать, под вопросом, нет будущего. Власти Объединенной Германии принимали активные меры по смягчению социально-экономических последствий закрытия станции. В структуру АЭС «Грифсвальд» входило много вспомогательных подразделений, начиная от ремонтных цехов и заканчивая столовой. Работники станции, закрывшиеся в одночасье, оказались мало подготовлены к свободному плаванию в рыночных условиях. Численность персонала на момент принятия решения о закрытии АЭС составляла 5400 человек. Выводом из эксплуатации атомной станции и демонтажом блоков занимается концерн «Энергиверки Норд», специалисты которого разработали производственно-техническую документацию на проведение демонтажных работ АЭС «Грифсвальд» и ее предшественника – энергоблока атомной станции «Райнсберг». В 1994 году была разработана новая концепция вывода из эксплуатации, согласно которой работы могут осуществляться теми же инженерами и сотрудниками, которые эксплуатировали станцию. Сейчас 95% работ осуществляется силами бывших работников станции. Для смягчения социальных последствий на предприятии была создана система управления специальными проектами и планы приватизации обслуживающих технических подразделений. Были разработаны программы обучения и переквалификации работников, программы увольнения и выплаты пособий. После того, как на станции был подготовлен план решения социальных проблем, каждый работник станции уже знал, остается ли он работать на предприятии или будет уволен. Все работники предприятия были разделены на две группы – те, кто остается работать на АЭС и те, кто будет уволен. Причем группировка производилась по принципу «быстрее уволить тех работников, которые смогут найти работу» и сохранить на предприятии тех, кто менее всего готов к самостоятельному трудоустройству. В результате такой политики работы с персоналом в первые же годы после закрытия на атомной станции резко уменьшилось число работников в возрасте до 40 лет. Честно говоря, этот процесс был достаточно мягкий. Были приняты меры, которые около 30% наших операторов нашли работу других немецких атомных станций. И одна треть практически получили хорошее преобразование или остался здесь, чтобы заниматься со снятием. При создании первых атомных станций считалось, что когда придет время закрытия после выработки ресурсом, целесообразно выждать после остановки реакторов лет 50, пока распадутся многие радионуклиды, появившиеся в материалах конструкций. А после этого дешевле и безопаснее демонтировать и захоронить оборудование с остаточной радиоактивностью. На этом специальном проекте в Грайсвальде мы уже обсудили и рассмотрели на стоимость. И это было так, что стоимость был этот концепт, который начался с декомиссией для дешевле, которые были ждать. Когда ждешь 50 лет, в 50 лет должны быть новым краном, новый аэрборн-систем. Итак, концерн ЕВН принял решение о немедленном демонтаже. Необходимо было срочно извлечь все радиоактивное топливо из блоков и перевести его во временное хранилище для отработанного ядерного топлива. Строительство на данной территории нового современного промежуточного хранилища для захоронения всех отходов, образующихся в результате демонтажа АЭС Грайсвальд и Рейнсберг, стало ключевым пунктом программы вывода из эксплуатации. Это сооружение предназначено для обработки промежуточного хранения и выдержки радиоактивных отходов, образующихся в результате вывода из эксплуатации и демонтажа АЭС Грайсвальд и Рейнсберг. Кроме того, здесь хранится отработавшее ядерное топливо с обеих АЭС. Общий объем хранилища – 200 тысяч кубических метров. Это отвечает потребностям, рассчитанным для всего объема отходов, получающихся в результате демонтажа АЭС Грайсвальд и Рейнсберг. Из 1,8 миллионов тонн общего инвентара, который находится здесь на площадке, включая и здание, и оборудование, и все, только 70 тысяч тонн является радиоактивным или легкоконтаминированным металлом или другого рода отхода. И из этих 2-3 мы можем вернуть даже в хозяйство. Этот зал служит для хранения транспортных контейнеров-хранилищ типа «Кастер», в которых находится отработавшее ядерное топливо с атомных станций. Если проехать по залу погрузки промежуточного хранилища, то можно увидеть весь масштаб и огромные размеры комплекса, который на протяжении последующих 10 лет демонтажных работ будет пополняться и еще 40 лет служить местом хранения радиоактивных материалов. Здесь же в хранилище идет переработка доставленных или находящихся уже на хранении материалов. В результате подобных действий экономится необходимая для хранения площадь. Весь комплекс хранилища является высокоэффективным производством, современным центром по захоронению и переработке радиоактивных отходов, который отвечает всем требованиям, предъявляемым к такого рода хозяйственным объектам. Загрузка площадей хранилища неразрывно связана с продвижением демонтажных работ на станции Грейвсфальт. Ежедневно здесь откручивают, пилят, режут, демонтируют, упаковывают и перевозят до 25 тонн материала. Для разборки отдельных частей реактора, а также другого радиоактивно загрязненного оборудования были разработаны специальные технологии. Части реактора с наибольшим уровнем радиоактивного загрязнения разрезают под водой. Вода обладает очень хорошими защитными свойствами и способствует спаду радиоактивности. Манипуляторы управляют режущими инструментами и перемещают отрезанные конструкционные элементы на станцию упаковки. Таким способом необходимо демонтировать около 2000 тонн материала. Здесь был когда-то турбинный зал, один километр длиной. После удаления его оборудования планируется создать новое производство компонентов для судостроения – сварочные цеха. Уже в феврале следующего года новый завод начнет работу. На территории бывшей атомной станции также планируется построить газовую и угольную электростанции. Создана изначально идея технопарка, но до сегодняшнего дня эта идея по объему гораздо увеличивалась. Уже строится завод по производству биотоплива, который у нас на Западе довольно долго стоит. Одновременно с демонтажом станции шла перестройка сбросного канала в современный промышленный порт. В 2003 году, в день торжественного открытия порта, «Шхуна Брик Грайв» стала первым кораблем, вошедшим в новый порт. Сегодня промышленный порт стал реальностью. После 12 лет я могу действительно утверждать, что это не является конец света, потому что помимо промо и снятия, создаются хорошие моменты, где можно создать возможности для будущей эксплуатации другой промышленности. После окончания демонтажных работ эта территория также будет развиваться как промышленный и энергетический центр. И будет играть важную роль в экономике земли Макленбург-Северное Померание, но уже без атомной станции. Совет был создан в 1991 году при Министерстве окружающей среды земли Макленбург-Северное Померание. И в этот совет входят представители всех партий, представители их НГО и другие интересующие. Я где-то, по-моему, 6 лет уже являюсь председателем этого совета, и поэтому я считаю, что это хорошо, что есть такой совет, который открыто работает, о всех проблемах знает, эти проблемы публикуют к своим партиям, своим организациям, прессу, если это необходимо. После 12 лет работ на АЭС Грейвсвальд был приобретен очень важный и уникальный технологический и социальный опыт решения проблем по выводу из эксплуатации атомных реакторов. И этот опыт может быть востребован не только в Германии. Сегодня компания EWN участвует в совместном немецко-российском проекте по захоронению 120 атомных подводных лодок на севере России.